Резко стартовать, сжечь резину и обгонять соперников. Все это им не нужно. Главная задача водителей общественного транспорта – это быстрая, но безопасная перевозка пассажиров. Это очень ответственная работа, потому что водитель, когда работает, он чувствует, что за его спиной сотни жителей нашего города, которых надо привезти из дома на работу или, наоборот, с работы домой. Марина Корнева за рулем троллейбуса уже 13 лет. Говорит, ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию. С 11-метровой машиной управляется играючи. Девушка лихо объезжает импровизированные колодцы, легко проходит змейку, укращает и загоняет железного коня в бокс. Конкурсу готовилась ответственно. Даже, как и полагается, настоящая леди подобрала платье под цвет машины. На моем троллейбусе также стоят повешенные занавески в голубой цвет, и в кабине, и в салоне. Я очень люблю этот цвет. Конкурс нужен обязательно, потому что каждый водитель самоутверждается в этом конкурсе. Он закрепляет свои знания, навыки, он может показать другим водителям, на что он способен. На базе ТТУ работает собственный учебный центр. Каждые четыре месяца новички превращаются в квалифицированных специалистов, ведь важно не только уметь ездить, но и знать правила дорожного движения и устройства машины. Ежедневно в рейс на улице Самары выходят порядка 150 троллейбусов. Но ехать в Санкт-Петербург победителю городского этапа конкурса профмастерства, где с 25 по 27 мая пройдет всероссийский конкурс, все же придется на другом транспорте. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.